Продолжим грамматический разбор сура «Аль-Кадр предопределение» Мы дошли до 4 айта «Таназзалю льмалайкату ар-руху фи хаби-изни раббихим мин кулли амур» Нисходят ангелы и дух в неё, то есть в эту ночь с дозволения Господа их по всем его велениям «Таназзалю» основой была «Таназзалю» это фиален мударен, глагол «настоящий будущего времени» «Марфуан» поставлен в состояние рафа «изъявительное наклонение» «Почему?» «Ли таджар рудихим мин насаби вальджазм» «Так как он свободен от амилу, от фактора насба и джазма» У аламату рафа и признак состояния рафа в этом глаголе «Аль-дома-ту-зай-ра-ту-аля-ахри-хиявна-иддома на его конце» «Аль-малайкату» это фааль-фааль-фааль, действующий лицо данного глагола «Марфуан» был фааль поставлен этим глаголом «состоян рафа» в именительном падеже У аламату рафа и признак падежа рафа в этом имени «Аддома-ту-зай-ра-ту-аля-ахри-хиявна-иддома на его конце» «Вал-фааль-у-ма-а-фааль-ли-хиявна глагол «таназзалю» со своим фаалем действующим лицом «Аль-малайкату» это жумлятун-фааль-итун – глагольное предложение «Мустана-фатун» или «Истина-фиятун» – возобновленное новое предложение «Ла-махал-лахаминал-и-араби не имеет места в падеже» Или же мы можем сказать, что это хабарун-танин ли лейлата л-гадр То есть второе исказуемое для подлежащего лейлату – лейлата л-гадр В этом случае мы скажем «фи-махал-ли-рафин на месте падежа рафа именительного падежа» «Аль-руху» это «Аль-вау» это у нас харфа «Атфин-союз» «Мабдюй-а-ла-фатун» с неизменяемым кончанием, с постоянной неизменной фатхи на конце «Ла-махал-лахаминал-и-араби не имеет места в падеже» «Аль-руху ма-туфан аля-л-малайка» соединено союзом «Вау» с предыдущим исламу «Аль-малайкут» «Валь-ма-туфа аля-л-марфу и марфуан-мислюх» «Имя соединенное с поставленным в состояние рафа именительного падежа» «Именем так же как и оно будет в состояние рафа именительного падежа» «Вау-аламуту рафа и признак падежа рафа этом имени «Адломуту злахирату аля ахирихи» «Явана и длама на его конце» «Фи-ха-фи» это харфу «джарин» «Предлог родительного падежа» «Мабдюй-а-ла-суконин с неизменяемым окончанием, суконом на конце» «Ха-эта аддомирун нутасалун слитное местомение «Мабдюй-а-ла-суконин с неизменяемым окончанием, суконом на конце» «Фи-ма халли джарин бифи» «На месте падежа рафа родительного падежа посредством вот этого харфа фи» «Вал джар-у-у-алмаджрура» «Предлог родительного падежа фи» «Находящийся посредством него на месте падежа рафа родительного падежа миссимени ха» «Всё это мута'алликан бель-фа'ли» «Или же можно сказать мута'алликан тоже Мута'ликульмильфа'ли состоят в основной связке с глаголом Таназзалун. Есть и другой вариант разбора, это если мы скажем, что вау здесь вау-ль-халит, вау указывающий на то, что приходящее за ним предложение является хал, то есть обстоятельством образа действия. В этом случае ар-рух будет муптата, подлежащая, а фи-ха это его хабар, сказуемо валь-джумляту ль-смит, а именное предложение будет в махале насмин на месе паджа, насминиттену паджа. Дальше, би-изн не рабби хим, аль-ба это харфу джарин, прелог родительного паджа мабнила ль-смит с неизменемом кончанием с ка-сры на конце. Идни, м.б. поставлена хал, б.b ва, состояние жар, родительный падеж. Ва аля муту жар и признан поджар جар в этом именно. Аль-касра туз-захрату аля-ахрия, аль-касра туз-захрату аля-ахрия, явное ка-сра на его конце. Валь-джар и м.б. прелог родительного паджа нь и поставлена им состояние жар, родительный падеж, Или же мы скажем о мута'алликане би халин мин фа'али таназули состоят в смысловой связке со словом, являющимся хал, обстоятельственного образа действия от фа'али этого глагола, то есть от слова альмалаикт, то есть ай муталаббисин би идни раббихим. Ва идни это мутаф, имя идни является мутафом, первым членом из-за фетной связки. Урабби это мутаф, или и второго члена из-за фетной связки. Маджрун били мутафи поставлен мутафом в состояние жар, родительный падеж. У Алама Ту-джария признан паджа-джар в этом имени Аль-Касрату-Захрату-Аля-Фи-Ахри-Хи-Явный Каср на его конце У Рабби это мудаф, в свою очередь Рабби является тоже мудафом первым членом из-зафетного сочетания, из-зафетной связки Хум Аль-Ха-Ой это Дамирун-Муттасрин слитное местомение Мабню Аля-Касрин с неизменяемым окончанием с Касрой на конце В Махалле-Джарин бель-Мудафи на месте паджа-джар Родителю паджа посредством мудафа, то есть слова Раб Валь-Мимус-Сакрин это Сукониранумим на конце это Аля-Мута-Джамю Аль-Музакри признак множественного числа мужского рода Мабни Аля-Суконим с неизменяемым окончанием суконом на конце Мин кулли Амрин Яраб эти условы точно такой же как и условы Бедни Рабби Так Мин это у нас харфа-джарин предлог родительного паджа Кулли Маджрурум би мин поставлен харфа-мин в состояние Джар Валь-Джару-Валь-Маджрурум мин кулли все этому Тааликан бель-Файли состоят смысловые связки с глаголом Таназалу Кулли это мудаф является мудафом То есть первым членом из-за фетной связки Ва Амрин это мудаф ну илей Второй член из-за фетной связки Маджрурум би мин мудафи поставлен мудафом в состояние Джар Валь-Джару-Валь-Маджрурум То есть не будем все это повторять Аллаху Алям